Можно ли судить по каким-то природным явлениям о святости кого-то или о правильности извертого пути? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Здесь просто роковая ошибка у православных. Если они к этому способу прибегли хотя бы раз, и на том все доказательства кончились, то их недруги завтра или же уже сегодня подобных знамений устроит несколько» Матфея 12.39. Но он сказал им в ответ «Род лукавый и прелюбодейный, ищет знамения, и знамений не дастся ему, кроме знамений он и пророка». «Достаточно верить в воскресение Христова, как непорочного и чистого Амца, пострадавшего за мой грех. Кто ищет эти знамения, те лукавые и неверные, по слову Спасителя, и не дастся им знамения, от кого-то дастся, а от него не дастся. «Если ты уже уверовал воскресшего, деяния тебя 12. Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса. Это для внешних. А для уверовавших это не нужно уже. Римлянам 15.19. Силою знамения и чудеса, силой Духа Божия. Так что благоествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестностей до Ильдерика. «Знамения могут быть от врага душ. Откровение 12.3. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диодим. Откровение 13.13. «И творит великие знамения так, что и огонь низводит с неба на землю перед людьми». Василий Новый. День памяти 26 марта. «Но поруганный и осмеянный сильными мирой сего Константин Дука, прославлен Богом, праведная душа его, а равные души всех пострадавших с ним, были унесены ангелами в небесные обители и вселены на лоне Авраама». Об этом явно свидетельствует следующее чудесное знамение. «Пока тела, повешенных с подвижником Константина, висели на деревьях, по ночам, видимо, были звезды, входившие на них и ярко сиявшими головами их до самого солнечного отхода. Этим знамением объявлено было, что все они пострадали неповинно, и что души их в награду за мучениство водворены в селениях святых». Павел Камельский. 10 января. «Много раз слышал святой Павел церковный звон о том месте, где поселился, и видел свет на одном месте, где впоследствии сооружен был храм во имя Пресвятой Троицы. Об отшельнике неком 4 февраля, когда же приблизился праздник Пасхи, то отшельник в самую ночь перед воскресением Христовым взял новый светильник, налил в него елея, и, положив его в новый сосуд, покрыл и стал с вечера на молитву и говорил. «Щедрый и милостивый Господь, я сугубо согрешил, ибо и пал, и отчаялся, но оживи меня, сокрушенного, и повели ему светильнику возжечься от твоего огня, дабы отсюда я увозумел, что ты, превеликий в щедротах, даруешь прощение моим согрешениям». Предупреждение каждый день и час, знамения, предчувствия, слухи, трепещем, эпидемии, нашествия меча, пришествия Христа остались глухи. Заранее наш Бог предупреждает о катаклизмах, голоди и войнах, о гибели детей и урожая, о девственницах и о снохах дойных. Чего нам ждать, молясь, не пережить? Для праведников отодвинут сроки. Несчастья выстроились, и земля дрожит. Их не смутит стена и рог глубокий. Обречены себе копать могилы. В развалинах из катика пошиться, армады плотников готовы, точат пилы. Под корень спиленным пора в гробы ложиться. Предупреждали вестники спасения. Не вечно Божий дух пренебрегать. Настроено из дерева, соломы, сена, из драгоценностей, из злата, серебра. Какой температурой испытает? На истинном фундаменте стоящих. Тот день единственный, кого, которого мы чаем, себя мы в книге жизни там обрящим. О, лучше б не родиться и не жить, чем небо прокоптить, не видев света. Принадлежит то нам, а не чужим. Вернись, о, жизнь! И добрые советы мы знали, слышали, легко пренебрегли. Как думалось неумное учение. О, да! И мы могли, 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 могли наследовать не вечное мучение. Отверженный проклятый навек, что не приняли ранее Иисуса, и из темницы той не совершить побег. Туда-сюда глазами душенька метнулась. 28 сентября 2003 года. Игнатий Лапкин.